Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости Слушайте радио, не смотрите интернет, не смотрите телевидение, а слушайте радио Иванова Золотые слова Душевные беседы на Радио России Иванова Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Я напомню, сегодня вторник, 16 августа, на часах студии 18.22 Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмай в студии Александра Павлов И Марина Кирьянова В Иванове открылась школа общественных инспекторов по охране окружающей среды Это значит, что у горожан появилась возможность оперативнее выявлять нарушения в этой сфере А также эффективнее сотрудничать с профильными ведомствами О том, чему учат в экологической школе, как туда попасть, дальнейшие действия инспекторов по охране окружающей среды Сегодня об этом и поговорим У нас в гостях Светлана Семушкина, председатель Совета Ивановской областного отделения Всероссийского общества охраны природы И Алексей Сивухин, общественный инспектор по охране окружающей среды Светлана, Алексей, добрый вечер Здравствуйте Насколько я знаю, вообще школа общественных инспекторов по охране окружающей среды Стартовала еще это весной, весной этого года, в апреле месяце Да, в самом начале Это продолжение или второй курс, как это назвать? Это у нас второй поток Второй поток, тогда давайте подробно расскажем про первый поток, как это все начиналось Уважаемые радиослушатели, я напомню, мы в прямом эфире 93-69-20, телефон прямого эфира Также идет прямая видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте, группа Радио России Иванова И не забывайте о точно такой же группе, с таким же названием в Одноклассниках Радио России Иванова Нам есть что показать, есть что послушать Есть на кого посмотреть Ну да, гости у нас всегда очень интересный, замечательный Итак, школа общественных инспекторов по охране окружающей среды Что было весной? А весной все началось, весна началась у нас с зимы Стандартно, да Это не странно, да Снег растаял У нас зимой было такое обращение граждан с Красного острова Сказали, что все, катастрофа, приезжайте, помогите Пометили деревья около их населенного пункта, прямо непосредственно с забором И что же, говорят, нам делать? Сейчас у нас такие красивые сосна вырубят, и мы останемся без леса Вызвали они нас на мониторинг, на консультацию Мы приехали, посмотрели, да, действительно, зарубки лесники оставили Какие деревья они будут вынуждены вырубить И что же делать жителям? И как раз мы им объяснили их права Что они могут, куда они могут обратиться Что они могут сказать, что они могут заявить И по факту, как это все предоставить эти данные То есть фото, видеофиксация И говорят, замечательно, отлично Обратились, и природоохранная прокуратура откликнулась Выявила небольшое нарушение Поскольку здесь есть у нас санитарно-защитная зона Определенная, что вокруг населенного пункта 50 метров минимума нельзя вырубать деревья То есть, несмотря на то, что вырубка была официальная Согласованная, разрешенная Здесь нарушений не было Но, к сожалению, очень близко к населенному пункту И на это обратила внимание прокуратура Подключилась, естественно, у нас еще и губернатор Поскольку отклик такой Резонансный Резонансный, да Народ у нас проявил свою гражданскую активность И попросил вообще арендатора Сместить свой участок прилично вглубь леса Поэтому деревья около населенного пункта Отстояли Да, поэтому такой лесной пояс у них остался Но жители сказали Вот один раз отстояли, а что же делать дальше? А дальше, да Вот, и самое главное Мы им и предложили как раз Говорим, а давайте, мы вам поможем Организуем как раз школу общественных инспекторов В которой могут принять участие Не только жители Красного острова А и всей области По желанию Но есть небольшое ограничение Не каждый может попасть Как так? А вот, только те, кто старше 18 лет Дети у нас не могут контролировать А взрослый, любой взрослый, 18+, может принять участие То есть точно так же, обращаясь в вашу школу Пройти обучение, пройти, видимо, экзамены Когда человек получает корочки Он уже официально может отстаивать деревья в своем районе Водоем в своем районе Экологическую обстановку Да И даже атмосферный воздух И даже почву И мало того, что это будет не просто корочки А удостоверение официального государственного образца Выданный Росприроднадзором То есть это аккредитованное все Это все согласование У нас это все произошло по инициативе Владимира Владимировича Путина Как раз как президент была его инициатива И был издан федеральный закон, на основании которого сейчас граждане имеют право мониторить, контролировать и помогать в первую очередь надзорным органам Потому что нарушений много, а рук у надзорных органов инспекторов не хватает Глаз тем более Конечно И они даже просят о помощи То есть наоборот привлекаем общественность Наоборот обучаем И как можно больше даем новых вводных, новых данных для надзорных органов Вопрос тогда такой А обычный житель не может инспектировать? Обязательно пройти школу? Обязательно получить эти корочки? Не обязательно Конечно у гражданина, у любого есть свои права Потому что у нас она не закреплена Конституцией 42-я статья И право на благоприятную окружающую среду Право на информацию о ней Но тем не менее у общественных инспекторов С одной стороны появляются обязательства Но с другой стороны и дополнительные права Возможности Возможности Если есть у граждан определенные ограничения на фото-видео фиксацию То у общественного инспектора Это не просто разрешение Это еще обязательно выполнять Чтобы все было зафиксировано Чтобы были доказательства Потому что те акты обследования Которые делает общественный инспектор Они могут применяться надзорными органами в суде Как доказательства То есть это дополнительное подспорье нашим ведомствам И большая помощь Алексей Я вас представила как общественный инспектор По охране окружающей среды Вы у нас уже не первый раз в нашей студии Приходили, рассказывали нам и про Достаточно неплохой воздух в городе Иваново Про воду Вообще очень много с вами разговариваем И про экологию И про экологическую обстановку Биосферу Биосферу Ивановской области Почему вы решили пройти Вот эту школу общественных инспекторов Я сразу поправлю Потому что сказано было Ответственный ученик Это не критично Но просто что гражданин Становится этим инспектором И начинает И получает возможность контролировать Вот это вот все То есть мы правильно поправились сами себя Что любой гражданин может это делать Отличие инспектора Только на мой взгляд На мой взгляд В том, что он именно обученный человек То есть смысл этой школы Не в том, чтобы получить корку А в том, чтобы получить необходимые навыки Как теоретические знания Так и практические навыки Для того, чтобы это все делать Потому что если человек видит Например, какое-то нарушение Ну вот возьмем лето Что-то не так у нас с водоемами Что-то потекло Что-то не туда потекло Или не оттуда вытекло А как человек узнает Это нарушение или это норма Или это нормально течет Да И вот как минимум Если человек обучен Он знает, что вот здесь должно быть так Здесь не должно быть так И это вот одна из самых главных Главных аспектов этой школы Я почему пошел? Потому что как раз не хватало Именно юридических навыков Для вот своей работы Эта школа дала Уважаемые гости Я прошу надеть наушники У нас есть телефонный звонок Добрый вечер Слушаем вас Можно мы попросим вас Отойти подальше от микрофона Или приемника От приемника, да Алло Добрый вечер Здравствуйте Евгений Александрович Пенсионер Ваш постоянный слушатель Звонил вам С берегов Валдайского озера Так В прошлом году Стоял контейнер на пляже Где собирали после пляжа Ну как обычно Отдыхающий пляж Оборудованный Вышкой Песочек Все прочее И в этот контейнер Собирали мусор И уже Пляжники Видимо Привыкли к этому делу В этом году Этого контейнера нет А мусор до сих пор Вот копится Большая куча Не можете ли помочь Как-то Вернуть этот контейнер На прежний мир Спасибо Спасибо большое За звонок Ну вот уже поступают Такие вопросы Просьбы Мусор складывать некуда Валдайское озеро На местах отдыха Вот Конкретно По этому случаю Этому можно Отдельно ответить Но Самое главное Что я хочу обратить внимание Нарушений действительно много И по области Нас на всех Не хватит Какой бы наш штат Не был И сколько бы Инспекторов У нас Не было в штате Да Если люди Будут Неактивны Сами У себя На местах То Не получится На все Треагировать Мы можем Подсказать Всем Как можно Поступить В той или иной Ситуации Мы можем Объяснить Куда обратиться Какое Написать Заявление Как составить Правильный акт Вот как раз Алексей уже Имеет такой опыт И именно Вот эти знания Правильно Хорошее Замечание Было Что Действительно Мы даем Вот эти понимания И с этим пониманием Чтобы не было Так называемого Экологического Терроризма То есть Человек во благо Наоборот Совершает Как бы Не дает Деятельности Развиваться Экономической Например То есть Работает предприятие Ну все хорошо Но вот Постоянно Вот эти жалобы Могут Престановить Его деятельность А предприятие Может быть И ничего И не нарушало И надо Вот этими Знаниями Обладать Поэтому Если конкретно Ответить Нашему Обратившемуся То У нас Есть Территориальная Схема Департамент ЖКХ У нас Прорабатывает Этот вопрос Достаточно Строго И вносит Все пункты Сбора Мусора В этот документ И по которому Работает Региональный Оператор Если здесь Непосредственно Его не хватает Этого контейнера То рекомендую Обратиться Именно в областной Департамент Написать Обращение Что да У нас Вот есть Место скопления И просьба Установить этот контейнер И внести Это все В территориальную схему Тогда уже Региональный Оператор Сможет Совершенно Законно Выезжать Сейчас Это будет Незаконно Пока Не внесли В документ Но бумажка Как говорится Она должна Присутствовать Нужно Писать заявление В любом случае Но все таки Вот по Валдайскому Обращений Мы принимаем Обращение Если мы Действительно Можем Чем-то Помочь Что человек Не может Делать Сам Либо Не хватает У него Навыков Обращения С Выше стоящими Инстанциями Либо Не хватает Знаний То есть Заявку Написать На то Чтобы Контейнер Установили Это делает Житель Который Хочет Этот контейнер То есть Обращение Еще раз Можно Назвучить Куда Департамент Департамент ЖКХ Идет Этот человек Пишет Там заявление Возможно Подписанное Многими местными Жителями Обращение Что мы хотим Обратно вернуть Контейнер Там уже был Проблем не будет Скорее всего Но надо разбираться А мы Либо Консультируем По таким вопросам Либо Если есть Необходимость Уезжаем На место Потому что Очень часто Бывает необходимость Действительно Посмотреть Что не так И зафиксировать Действительно Фото Видеофиксация Составление Грамотного акта Это очень важно Потому что Бывает такое Что человек Допустим Обращающийся Говорит Вот там Что-то происходит Там фотографирует Снимает на видео Снимает неправильно Непонятно Ничего не видно А потом уже Все улики Ушли Люди Заметают И ничего Не достанешь Что здесь тоже Все нужно Грамотно И правильно Сделать Алексей Давайте уже Более конкретно Мы только начали Свой разговор И нам уже Поступил Непосредственно Вопрос Там-то Мусор Помогите Надо что-то Сделать Наверняка После того Как вы Обучились Как в средствах Массовой информации Появилась Это информация Школа Общественных Инспекторов По охране Окружающей Среды Работает Уже Она такая Появилась Наверняка Появились Уже И обращения Какие Обращения Были Непосредственно Да Еще раз Разграничить Нужно Что все-таки Школа Одно дело Другое дело Это корпус Инспекторов Школа обучает Корпус Действует Корпус Обращение Если в школу То это заявки На обучение Обращение В корпус От заявки Непосредственно От каким-то проблем Проблемы Были разные Были вплоть До таких Забавных На улице Сделали новые Дороги Новые клумбы И вот За ночь Как говорят Местные жители Покрылись Все клумбы Какой-то плесенью Белой Так это для вас Забавно Это была не совсем Плесень А человек Утром проснулся А клумбы белые Конечно Он испугался Тоже испугался Паутинка Да Паутина Какие-то Не знаю Что думать Причем Разовые На такое большое площадь Ночью Ночью поехала Оказалось Что это мульча Переработка целлюлоза Там даже можно Буквки рассмотреть Газетные Если присмотреться Это для того Чтобы лучше росли Деревья Которые там Посадили цветочки Были менее радужные Обращения Например Вот недавно Был незаконный Спил деревьев У одного предприятия Незаконная вырубка То есть У них не было Получено разрешение На это Причем уже Четыре дерева К моменту Когда мы приехали Было уже спилено Безвозвратно утрачено Тоже местные жители Обратились Вовремя Забили тревогу А то бы все спилили Деревья красивая Лет по 30-40 Причем что удивительно Сами кто выполнял Эти работы Они даже не знали Что Должно иметь На руках Разрешение От комитета экологии В данном случае Потому что Это было на территории Города Иваново Просто руководство Дало предприятию Дало задание Идите вырубайте Совершенно не обеспечив им Правильной документации На действия по вырубке Именно этих деревьев Поэтому сейчас будет посчитан Нокологический ущерб И должностные лица Понесут наказание Но опять же Тревогу забили В начале Жители Жители И это правильно То есть Конечно же Они могли С одной стороны И сами подойти Поинтересоваться Но вот это Как раз Правильная ситуация Обращение к инспекторам Чтобы выехал на место Сам посмотрел Сам пообщался Фиксировал Пообщался с юристами Предприятия Да вот в этих ситуациях Конечно же Работа инспекторов Очень Ну Тут лучше обращаться Но жители Всегда бьют Тревогу первым Есть даже Такой исторический факт Вкратце расскажу Всем известна Река Увыть Всем известно Что сначала Это была Совершенно чистейшая речка А потом Стали строиться Мануфактуры Фабрики И вода А в реке Стала плохой Очень плохой Есть даже легенда Когда комиссия Пришла проверить Качество воды Они перо опускали Не в чернила А в речку Подписывали этот акт Также Байка Вот это вот Стихотворение О лисичке Взяли спички К морю Симому пошли Что она могла гореть Да Вода в реке Она горела Даже вот в районе Театрального моста Все это было И когда Первыми Забили тревогу Именно местные жители Которые проживали Около этой Около Оводи На что Меценаты На что Люди С большими кошельками Сказали А вы знаете Что туман Химический Который Встать Поднимается По утрам Около этой реки Он обеззараживает Воздух Надо было что-то говорить Это да Это такая легенда Но все-таки В начале 20 века Раньше Намного раньше Намного раньше было Но все-таки Первыми Действительно Тревогу поднимают Именно жители И первые жители Чего-то добиваются И тут точно так же Мы видим Проходит много-много Столетий Но время не меняется Первыми бьют тревогу Именно жители Итак Школа общественных инспекторов По охране окружающей среды В апреле прошло первое обучение Мы видим Что уже есть люди Которые обучились Есть выпускники Есть уже выпускники Которые уже непосредственно Работают в этой сфере Почему сейчас продолжение идет? Поскольку выпуск уже первый был Обращения у нас все равно поступают Что хотят принять участие И здесь конечно трудности в согласовании Чтобы всех объединить одним графиком Кто-то в одно время может Кто-то в другое Кто-то живет в удаленных уголках Но мы поддерживаем даже Онлайн обучение И даже самостоятельное Но под нашим контролем Потому что все-таки Сориентировать человека нужно Даже если дал весь необходимый материал Все равно возникают вопросы И мы на них отвечаем по телефону И вот у нас уже есть один ученик Так скажем Который в отдаленную деревню Обучается самостоятельно Но периодически звонит И консультируется Правильно ли все понял Есть ли какие-то там нововведения И что ему еще изучить Вот мы постоянно вот так вот на связи Поэтому школа у нас даже Такой очень заочный режим получается Сколько учеников? В данный момент у нас Вот на второй поток набрано уже Вот сегодня присутствовало Четыре человека Еще двое записались Вот Ну мы постоянно такой набор ведем Поскольку если люди Подключились к курсу Не с самого начала А где-то с серединки У них всегда есть возможность Продолжить в следующем потоке И уже сдать экзамен Либо изучить самостоятельно Те темы, которые он пропустил Ну и конечно следующий вопрос А как вот прийти и сказать Я хочу Возьмите меня к себе в школу Позвонить по телефону 2737-00 Где совершенно спокойно Запишут и фамилию, имя, отчество И телефон И электронную почту Будет направлены материалы Будет направлен список Необходимый для того Чтобы вообще сдать экзамен То есть нужно обязательно Две фотографии сделать Сделать копию своего паспорта Копию свидетельства об образовании Все серьезно? Конечно, потому что Это все-таки официальный документ Удостоверение официального Государственного образца Поэтому здесь все серьезно И сдавать экзамен нужно будет В Росприроднадзоре В определенной комиссии Где не менее трех человек И будет задано не менее пяти вопросов Ну и не более Пять вопросов ровно Алексей, а вот этот экзамен Вопросы сильно сложные? Валили, нет? Вопросы сложные Там полторы сотни, по-моему, этих вопросов Можно, в принципе, их на сайте Найти, Росприроднадзора Но самостоятельно готовиться Довольно сложно Хорошо, да, вот что есть материалы По которым это можно делать Ну, насчет того, как экзамен проходил Не имею права распространяться Ну, в общем, экзамен был Настоящий Сдать его реально Сдать его реально Я же сдал, значит, реально Ну, Алексей, мы всегда в вас верили Мы гордимся знакомством с вами И не сомневались, что вы сдадите экзамен Но просто насколько это обучение Занимает много времени Просто люди работают Люди продолжают учиться Как часто проходит обучение? Один-два раза в неделю? Два раза в неделю мы постарались зацепить Ну, все возможные варианты Чтобы и в будни Для людей, у кого скользящий график Это вторник, 4 часа вечера И суббота в 10 утра Чтобы высвободить все-таки выходной В первой половине дня отучился И уже, в принципе, свободен Обучение занимает час-полтора Мы стараемся не грузить Слишком большим объемом информации Потому что все-таки информация специфическая С юридическим уклоном И если бы человек разбирался самостоятельно То это сложно взять, например, целый водный кодекс Или лесной И его изучить от корки до корки У нас это не требуется Для работы общественного инспектора Достаточно знать несколько статей Из каждого кодекса основных По которым мы можем проводить контроль Надзор То есть выявлять вот эти нарушения И уже писать обращение В компетентные органы И привлекать ведомство И как долго длится обучение? У нас, если все так плотненько и ускорено То это шесть занятий Спокойно, базовый курс Можно уже идти на экзамен Ну вот, например, как раз сегодня Мы на эфир пришли После очередного занятия Урока И он был у нас дополнительный Это была практика Мы проходили на прошлом занятии Теоретические основы Что и как нужно наблюдать за нарушением Именно вводном законодательстве А сейчас мы смотрели Анализ воды делали Тот, который из прям природного источника И есть ли там какие-то отклонения от ПДК То есть от предельно допустимых норм Содержания тех или иных веществ Сейчас всем сразу интересно Какая река и есть ли отклонения А вот приходите к нам в школу И узнаете и по той речке Которая у нас проходила сегодня занятие И по той речке Которая или водного объекта Которая будет интересна именно вам То есть каждому конкретному участнику Сделаем такой небольшой мини-курс Я, уважаемые радиослушатели, напомню Если вас заинтересовало Обучение в школе общественных инспекторов По охране окружающей среды Это звоните 27 37 2 0 Телефон простой, легко запомнить Не только жители Иваново, как мы видим Но и Ивановской области Пожалуйста Обращайтесь 27 37 2 0 А если человек хочет получить консультацию Непосредственно инспектора по охране окружающей среды Алексей, куда обращаться? Группа ВКонтакте есть Общественные экологические инспекторы Ивановской области Там можно получить сообщение Получить консультацию Ну или то же самое, если позвонят по телефону Наверное все Перенаправят Перенаправят, передадут обязательно Давайте вернемся Вот мы уже поговорили про обращение Спрашивали уже Били тревогу, так скажем По поводу деревьев Спила деревьев Деревья спасали По поводу белый налет Мульча, как оказалось Но сейчас лето А летом очень часто у нас люди бьют тревогу Вот именно что-то в реку сливают Что-то у нас рыба всплыла К этому обязательно вернемся У нас есть еще один телефонный звонок Я прошу надеть наушники Добрый вечер, слушаем вас Добрый, да Меня зовут Игорь У меня такой вопрос Как школа общественных инспекторов Может охранять окружающую среду И как вас зовут? Спасибо Спасибо большое Я напомню У нас сегодня в гостях Светлана Семушкина Председатель Совета Ивановского областного отделения Всероссийского общества охраны природы И Алексей Сивухин Общественный инспектор по охране окружающей среды Светлана, давайте еще раз повторим вкратце Что школа непосредственно охрану не производит Школа идет обучение Школа это всегда в первую очередь обучение То есть мы учим людей Всех активных граждан Именно как и что нужно сделать При выявлении нарушений в природоохранном законодательстве То есть если мы выявляем какой-то сброс Выявляем, что есть даже тот же мусор Либо кто-то на предприятии выбрасывает даже атмосферный воздух То есть осуществляет именно выбросы Поэтому нужно отреагировать и произвести проверку Поскольку надзорные органы не все видят Не везде присутствуют Это у нас, чтобы они могли присутствовать везде Нужно, чтобы каждый житель состоял именно в надзорной ведомстве как сотрудник А такое, сами понимаете, невозможно Поэтому приходите в школу Опять же 27-37-00 Записывайтесь Мы скажем, как и что можно сделать И поможем вам, как общественная организация Потому что мы сами Это и есть общество Мы расскажем вам, как вы можете принять участие В помощи, в защите природы И сохранении наших природных богатств Алексей, давайте перейдем вам К непосредственно инспектору Давайте вернемся Какие были еще обращения Вот по поводу реки, по поводу воды Чем помогли? Да По поводу воды, да, очень много обращений Чаще всего по ней бывает, как известно Потому что люди видят, что-то всплыло в речке Значит, что-то не так Покраснело, потемнело Покраснело, потемнело Как-то появилась пена Поэтому каждую весну у нас стабильно Это вот пена, которая зацветает на Пушкина Что приходится объяснять, что это ничего страшного Ну, в принципе, это нормально Это лучше пусть обратятся, чем нет А вот не так давно было обращение Не к нам, а просто мы увидели В каком-то канале, в телеграме Что вот на Харенке Произошел массовый мор рыбы Караси тоннами плавают Какие-то мертвые Значит, кругом все плохо И какая-то беда катастрофическая Вот, естественно, сразу же Поехали на место Ну, как на место Они не сказали координаты Просто написано было на Харенке Вот, ну, мы три точки проехали Ничего там нет, никаких там карасей мертвых Ничего, вода замечательная Состав у нее прекрасный То есть, это вот бывают такие бросы Там еще было сказано в конце, что Дескать, это какая-то диверсия Едва ли не с запада Вот, там такие, как бы, бывают люди Которым просто скучно Но, действительно, рыба может происходить Если вдруг увидите где-то на реке Плавающую рыбу вверх брюхом Даже в некотором количестве Это не значит, что там какое-то отравление произошло Скорее всего, это из-за жары Рыба из-за жары задыхается и умирает Такое бывает очень часто И увидеть такую картину на реке Достаточно легко, особенно, когда жаркие ночи То есть, ей не хватает кислорода в воде Да, да, потому что, когда вода нагревается Рыба, ну, в общем, там получается так Что ей не хватает кислорода, да Если коротко Мало того, что мы рыбу можем наблюдать весной Если зимой не было проделано тех самых лунок Так необходимых для обеспечения кислородом рыбы То весной она просто всплывает И это тоже кажется, что прямо все экологическая катастрофа Но здесь же, опять же, можно приходить на помощь нашим животным Да, ну, в данном случае рыбам И делать лунки Поэтому рыбаки оказывают такое полезное общественное явление И помогать природе рыбкам дышать и спасаться от задыхания Люди дырявте реку зимой Да Но осторожно